Друзья, хотел бы сегодня поговорить о предтренировочных комплексах, о наших энергетиках. Тут, короче, мне уже заранее предложили разложить эту тему по таким заглавкам. И, короче, вот сразу такая главная тема энергетиков – это всякие Red Bull и Adrenaline Rush и подобная хрень, которая, я вообще думаю, не работает, сколько я их не пил, не тянет эта чача. Лучше использовать, конечно же, энергетики, реальное спортивное питание, которое действует. Это NEO Explode, Assaut, потом Jack 3D, C4, Rage, Vapor от Muscle Tachy. Ну и, в принципе, NEO Core тоже действует отлично. Это такие самые известные энергетики, которые я сам пробовал, которые качают. Конечно, не у всех людей это получается выяснить, кого какой больше качнет, потому что бывает так, что вот пьёшь энергетик, а через некоторое время у тебя то ли провыкание появляется, какая-нибудь сыпь ещё может быть, угри или вообще чесотка и страшная боль там в горле. Это у всех по-разному бывает, у всех разная реакция. Лично я остановился в свой выбор на NEO Explode и Jack 3D. Более-менее оптимальный вариант дозы. Одна-две ложки на буквально 250 грамм, 200 грамм, стакан, не более. Как написано в брошюрке, там 500 грамм эту ложку ложить вообще не прёт. Но, друзья, будем помнить, что все эти энергетики – это верный путь к плохому сердечному ритму. Это тахикардия, аритмия, может быть и порог сердца, конечно, если его переиграть. То есть лучше энергетиками не баловаться и использовать их только тогда, когда у вас нету сил. Когда нужно идти на тренировку в этот день, вы просто измотаны и хотите чувствовать себя бодрее, сильнее, увереннее. Вы пьёте этот энергетик и всё у вас ништяк, вы тренете. Что хотел сказать насчёт веществ, которые я использую для правильной работы вашего мотора. Конечно же, это минералы, это калий, магний, потом селен, микронезии, цинк, кальций. А группы 11-й, кажется. Омега, после тренировочный комплекс Омега, 3, 6, 9. Потом Q10 тоже из конферментов. Витамины, витамины очень полезные. Думаю, что все едят фрукты, овощи, там всё это есть. В принципе, нужно не так много витаминов. Это группа витаминов В5, В6, В7, В9 и В11. Конечно, витамин А, С и В очень полезные вообще для всего организма, не только для сердца. Но вот такие витамины, я думаю, нужно пить. Где мы их возьмём, если вы потребляете спортпит? Вот такие недорогие витамины, ревит, обычные, в любой аптеке продаётся без всяких там выписок у врача. Где-то в среднем выходит по 2000-3000. Не так уж дорого. Тут 100 штук хватает вполне. Дозировку я пью, допустим, по 6 витаминок в день. Плюс у меня есть также другие и более сильные витаминные комплексы. Это OptiMan. Но есть и другие, конечно, как Animal Pack, Animal Flex. Там очень много их. Там во всех практически содержат те микроэлементы, которые нам нужны, и витамины. Минералы, цинк, селен. То, что мы говорили. О них калий. Это нам нужно в ZMA добавки. ZMA добавки я вот лично пользуюсь в Muscle Farm. Это вот ZMA добавка. Также есть различные добавки. Не знаю, пробуйте сами. Все они, в принципе, меня вот качает вот эта тема. Я ее пью перед тем, как будут тренироваться. Конечно, и на кости это очень хорошо помогает. И на сердце. А насчет таблеток, которые я принимаю перед хорошим треном. Где они у меня завалялись тут. Это Asparcam. И сейчас не могу найти. Riboxin. Riboxin и Asparcam это такие тоже, можно сказать, перед тренировочным комплексом я вот выпиваю, допустим, два кальтиксадрибоксина, чтобы не было сильной нагрузки на сердце. Ну и Asparcam около 8-9 таблеток в день. Это чтобы нормальный приток был калия к нашему сердечку. Насчет самого энергетика. Вот такой банки мне примерно хватает на, не знаю, месяц, может, чуть меньше даже моих серьезных тренировок. Поскольку я тренируюсь около 7-8 часов в день. Каждый день это серьезная нагрузка. И не советую так всем баловаться. Я сам проверял. Очень вредно. Мой друг один кон переборщился с энергетиком. И там уже скорая. И буквально неделю он так сильно перл, что были серьезные нагрузки на сердце. И не советую вам это повторять. Используйте энергетик по назначению, когда вам действительно просто нет сил тренироваться. Вы пьете и только тогда идите на тренировку. Не каждый день используйте ваш Т-энергетик. И привыкание мышц будет от прилива кислорода, от прилива адреналина. Не надо увлекаться ими. И еще бы хотелось сказать о тех вот людей. Мне многие говорили, что кучу бабла просто сливаю на эту тему. Да, некоторых идет на сотни тысяч сумм, в некоторых там рублях, долларах. Ну вообще это очень дорогая тема. Не каждый может себе позволить каждый день пить этот энергетик. Кто-то пьет разовые дозы там по мерным ложкам. Кто-то не может даже их позволить себе. И меня спрашивают такой вопрос, как... А что делать, если у меня нет денег на эти дорогие там средства? Я говорю, конечно, поднакопить немножко. Это все-таки спорт питания. Ну не у всех даже получается на это поднакопить. Некоторые, допустим, я знаю людей, которые копят два месяца, чтобы купить себе абонемент на следующие два месяца. И эти два месяца они не тратят деньги. Они также покупают абонемент на следующие два месяца. И пьют воду из крана или кипяченую воду с собой берут. И никаких у них комплексов, нету никаких витаминов. Они не покупают дорогих. Что делать в этом случае? Друзья, у меня есть неплохой вариант. Я его как раз сегодня испытал. Вот на тренировку шел. Хотел снять видео до тренировки и снять саму тренировку. Не получилось, к сожалению. У меня не хватало места на сотом телефоне. Поэтому решил снять вечером после тренировки. И заодно сказал, что результаты очень даже неплохие. Что-то среднее между асаутом и ноэксплойдом. Большой энергии прилив. Кстати, я очень заметил это. Что ни от одного энергетика меня не перло сразу. Если я выпиваю энергетик, то даже если я перебарщиваю с дозы, меня прет через 20, а то и 30 минут накрывает волна энергии. И вот тогда я треню. А этот новый энергетик, который я сделал сам дома. Честно говоря, я вообще не думал, что от него что-то мне будет. Потому что я столько этой химии хаваю. Мне вообще пофигу. А тут прям пропёрла реальная энергия. Много. И её хватило мне на... Сегодня на 6... Да. Да, на 6 часов больше 6 часов в трени. Я практически не устал на тренировке. Со мной у меня был запас кислорода. Сердце не так уж и болело. Но всё равно я выпил рибоксин. На всякий случай. Это всё-таки не спорт питания. Но всё равно выпил. Очень хороший энергетик. И в принципе, вот как раз для таких случаев, у кого не хватает денег на спорт питания дорогое, я бы посоветовал эту формулу. Сейчас я ему её покажу. И вообще расскажу, как делать, что делать, в каких пропорциях. Поехали, короче. Поехали, короче.